Забыли. Ладно, хорошо-то. Спасибо. Что, все на месте? На месте, но я сегодня опять обриваю на этот, и мне кажется, его не видно. Такое ощущение, что он у меня так треснет. Как домой приеду, мне это скажи. Мне дома все нормально, дома пекала. Не задаешь. Что, давай. Я вообще хотела, может, быстро грузгоня, а не хотели в магазин. Я думала, может, я починю, просто какой-нибудь ноготь. Я уже все одела, раз начала. Кто не отпускает, то... Привет, девчонки. Меня зовут Инна. Будем сегодня переделывать ноготочки Нелли. Делали мы с вами их вместе. В покрытии почти месяц, без нескольких дней. Ручки загорелые, вернулись из Сочи. Ногти относились хорошо, все на месте. В прошлый раз я ей делала укрепление гелем, а до этого мы с ней всегда делали просто базой. И она постоянно приносила мне какие-нибудь поломки, трещины. А вот сегодня хорошо относилась. Там вот вначале я оставила кусочек разговора. Она говорит, ударилась ногтем. Показалось ей, что он треснул. Но нет, после того, как я сняла покрытие, опилила поверхность, видимых каких-то трещин я не заметила. И кто смотрел прошлое видео, на правой руке я делала ремонт указательного и среднего. Ремонт на верхнюю форму полигелем. И под полигель я забыла нанести базу. И все, и без базы замечательно полигель относилась. Ну и Нелли самой тоже понравилось, как носится ногти под гелем. Когда я покрывала ей до этого базой, она говорила, после того, как посуду помоет, в душ сходит, ну в общем, намочит руки, то у нее при намокании они сгибались под базой, даже под жесткой базой. А под гелем, она говорит, они твердые, не сгибались. И укрепление гелем ей понравилось, поэтому сегодня мы тоже будем делать укрепление. Пока я разговаривала, я уже придала форму свободному краю, вернее, обновила просто. Длину мы не убираем, форму не меняем. Опилила поверхность. И вот сегодня второй раз, новой фрезой, работаю на руках, буду делать аппаратный маникюр одной фрезой. Эту фрезу я купила недавно. Была она у меня в последней распаковке с маникюрными покупками. Фреза мне понравилась. Единственное, что у нее диаметр большой 2,5. И я надеюсь, я постаралась, старалась аккуратно. Надеюсь, я не пропилила. Посмотрю, как девчонки будут возвращаться через месяц. Не будет ли пропилов. Надеюсь, не будет. В общем, одной фрезой я и прочистила птериги, и приподняла, вывернула, истончила. И срезала кутикулу этой фрезой. Это очень удобно, это экономит время. Не надо переставлять фрезы. Все одной фрезой можно сделать. Прохожусь еще раз по срезу. Все, и делаю срез. Здесь я ускорила немножко. Но я сделала все это быстро. И вообще у Нелли кутикула не проблемная. Я с ее кутикулой с первого ее прихода ко мне договорилась. Она у нее легко поддается аппаратному срезу. После этого я еще зашлифовала, заполировала силиконовым полировщиком, но показывать этого не стала. То я в последних, во всех видео показывала полировку, не стала показывать. Но я сделала полировку по-сухому. Где-то у меня убрались остатки птеригия недочищенного. Мелкие шелушения и кожа заполировалась полировщиком. Ногти я обезжирила. Наношу праймер бескислотный, даю ему высохнуть, он сохнет на воздухе. И наношу каучуковую базу тонким втирающим слоем сразу на все пять ногтей и отправляю их в лампу на просушку. Вот про эту кисть, которую я сейчас наношу, меня часто спрашивают, просят ссылку на эту кисть. Сегодня я не забуду и оставлю ссылку на эту кисть. Зайдите, посмотрите. Эти кисти я покупала в наборе. Набор из пяти кистей покупала на Алиэкспресс. Кисти вот эти со скругленным кончиком, их там две, они разного диаметра. Вот эта побольше, есть еще поменьше. Для маленьких ногтей хорошо подходит, удобно ей наносить. Моя любимая база у меня заканчивается. И как уже сказала, будем делать сегодня укрепление. Наношу тонким слоем гель из флакона. Это гель Уршугар. Я покупала его на Алиэкспресс. Гель камуфлирующий. Ставлю каплю около кутикулы, делаю выравнивание как базой. У меня гелий во флаконе два, двух торговых марок. Розалин покупала на Алиэкспресс и вот эти от Шукар. Розалин, они более густые, а Шукар, они более жидкие. Ими, конечно, удобнее работать, быстрее выравнивание сделать, чем Розалин. Но носятся одинаково хорошо те и другие. Здесь я уже наношу гель лак голубого цвета. Это пастель из пастельной коллекции Бьюти Люкс. Наношу сначала тонкий слой промазывающий. Нанесу его в один средний слой. Я люблю наносить в один средний слой. Просыхают они хорошо. Просыхают. Тонкой кистью подвожу ближе к кутикуле и боковым валиком, если это нужно. Набрала каплю побольше. Вот эти пастельные гель лаки, в общем-то, не проблемные в нанесении. Были у меня пастельные гель лаки другой торговой марки, и они наносились проблематично. Сложно было их разровнять, они плешивили. А эти хорошо наносятся, разравниваются, не плешивят, не полосят. Просушила, наношу топ без липкого слоя, и к этим ногтям, где у нас гель лак, мы уже не будем возвращаться. Будем делать дизайн на двух ногтях, безымянным и средним. Дизайн будет одинаковый на правой и на левой руке. Ставлю капельку того же гель лака, набираю на аэропуфинг, и буду делать на кончике растяжку. Растяжку сделала в несколько слоев, наверное, слоев пять, но все равно он получился такой едва-едва заметный кончик. Надо было, наверное, попробовать сделать кистью растяжку от кончика к середине. Но он все равно так нежненький такой кончик голубой получился. С промежуточной просушкой я наносила. Вытираю липкий слой, потому что у нас тут будут наклейки. Наклейки эти я получила недавно, заказывала их на Алиэкспресс. На безымянном сбоку, и на среднем там рука с цветочком. Разгладила. Как уже сказала, дизайн будет одинаковый. Показалось мне скучно, тут я еще наношу тонкий слой гель лака, перепелиное яйцо или яичко, и с ним как-то ожил дизайн. А то так как-то грустно было, скучно. Подобные дизайны я видела в инстаграм с разными цветами гель лаков. Предложила перекрыть Нелли их матовым топом, но она не согласилась. Поэтому перекроем глянцевым топом. А я бы сделала матом. Но на вкус и цвет товарищей нет. Носить покрытие не мне Анелли. И все, перекрываю топом без липкого слоя. И маникюр готов. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok